Приветствую вас, значит, начать мне бы хотелось с того, что вы пишете про таблетки, которые никакие не принимаете. А вот, в принципе, я полагаю, что с таблеток, точнее, с медицинского обследования, вам и имеет смысл начать решение своей проблемы, вот, обратиться к врачу, проверить щитовидную железу, обмен веществ и так далее. А дальше, если все будет в порядке, то к врачу, психотерапевту, либо психиатру, либо клиническому психологу, вот, обратиться. Он, соответственно, вам диагностирует заболевание, если оно есть какое-нибудь психическое. И, соответственно, с этим с ним мне назначат препараты, в том числе и психологическую работу, психотерапию, вот. Это вот, что касается медицинской стороны запроса. Теперь, теперь, если мы говорим с вами, значит, о психологической стороне вопроса, то здесь, в первую очередь, нужно узнать причины того, почему вы уволились с работы. И теперь сидите дома. Ну, уволились вы с работы. А как вы уволились с работы, то есть, как этот процесс происходил? Как вы его, этот процесс, восприняли сами? То есть, было ли это для вас тяжело, болезненно, неприятно? Понимаете? Или нет. Или вы уволились, потому что хотели это делать. Уволились, уволились, потому что вам не нравилась работа, или вы поняли, что она не для вас. Да? Сейчас вы пишите, что сидите дома. Тоже важный момент. Если вы сидите дома, то как вы к этому относитесь сами, да? То есть, не хотите ли вы этого сидеть дома? Да? Ну вот. То есть, если вы сидите дома, то какое у вас, соответственно, к этому отношение? Понимаете? Понимаете? Тонкость в чём? То есть, тонкость вся в том, чтобы определить ваше место, вот место работы, да? Место увольнения и место того, что вы сидите дома в вашей жизни. Вот. А мне представляется, это очень важно. Далее, много спите. И, соответственно, ничего не хотите делать. То есть, ну, это достаточно такой многогранный феномен, да? То есть, я думаю, что исходить нужно из того, значит, что для вас, чем для вас является сон, да? То есть, ну, как вы его воспринимаете, сон свой. Но, как правило, сны это избегание. То есть, человек во сне избегает, значит, реальности, как бы, которые ему не нравятся. Вот. И, соответственно, нужно искать, что именно вам не нравится. Вот. И уже, исходя из этого, делать какие-то выводы. Если вы действительно избегаете. С другой стороны, сны, которые вы видите. Яркие сны. Да. Это результат того, что вы хотите. То есть, во сне вы проживаете то, что не проживаете в своей жизни. Вот. И, только одно, только одно меня интересует здесь. Это то, откуда запрет. Запрет на, собственно, реализацию того, что вы хотите делать в реальной жизни. То есть, это не вера в себя. Это неуверенность в себе. Это еще, может быть, какие-то моменты. Вот. Это, может быть, страх. Страх отказа, страх, там, неудачи. Или чего-то такого, такого. Вот. Все это, безусловно, требует, значит, разбора. На мой взгляд. И самого пристального внимания. Вот. Вы пишите, что вы испытываете дикую усталость, это все-таки, возможно, что-то с вашим организмом по медицинской части. Вот. Я, конечно, не знаю, но, совершенно однозначно, что разбираться с этим нужно. Вот. Для того, чтобы, значит, вам самой стало понятно, что с вами происходит. Вот. Вот. То есть, понимаете, чтобы убрать этот режим, да, нужно увидеть, вследствие чего вы в него вошли. И для чего он вам. Вот. Вот вы говорите, исправить режим... А исправить... Исправить режим вы хотите на что? Да? То есть, ведь, чтобы исправлять, эээ... нужно... ...как бы понимать, эээ... куда вы хотите его исправлять. Да? Что вы хотите с ним делать. Вот. А ситуация складывается так, что... Вы не очень хорошо. Понимаете? Куда вы хотите двигаться? Что вы хотите исправлять? Да? Вот. Поэтому, на мой взгляд, сперва нужно определить именно ваше... ...желание. На мой взгляд, нужно определить... ...именно вашу... ...сель с целью. То есть, если... ...я... ...хочу... ...что-то делать, если я хочу... ...куда-то... ...двигаться, если я хочу... ...чем-то... ...заниматься, то... ...в чем, для чего и как. Вот. Это важно. Поэтому исправлять режим, ну, ведь вы же... ...в этот режим... ...вошли, да? Вы же... ...как бы стали... ...эээ... этот режим... ...эээ... для себя использовать. Вот. Значит, исправлять режим вы либо не хотите вообще... ...либо... ...не понимаете зачем... ...эээ... ...эээ... ...начит... ...ну... ...есть какие-то противоречия... ...у вас. Вот. Я думаю, что вот... ...примерно... ...так вам можно... ...ответить на ваш вопрос. Ну и выгода, конечно, тоже. Выгода, которую вы... ...получаете в результате вот... ...эээ... ...эээ... ...ну, в результате... ...следования этому режиму. Это... ...тоже... ...достаточно... ...важный момент... ...если мы хотим вам... ...помочь. Да? ...эээ... ...вот... ...эээ... ...значит... ...может быть вас травмировало очень сильное увольнение. ...эээ... ...но... ...никуда на работу... ...ээ... ...дальше вы не пошли. Вот. То есть продолжайте... ...эээ... ...сидеть... ...дома. ...эээ... 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 ...свои... ...опять же... ...причины, обстоятельства, которые... ...эээ... ...вы... ...наверное, не осознаёте. Со всем этим нужно разбираться, делать это... ...лучше всего в личной беседе, поэтому... ...эээ... ...эээ... ...выбирайте себе психолога и начинайте... ...начинайте работать в этом направлении. Эээ... ...эээ... ...эээ... ...если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку в дуропоночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи!